Добрый день! Закончилось предпоследнее заседание по уголовному делу по случаю с Леоном Гнединым. Это непростое заседание. В силу организировав уголовное дело, его материалы, адвокатам моим были заявлены ряд ходатайств. Часть ходатайств касалась предоставления документов, которые характеризуют мою личность, в том числе свидетельства о амбассадоре Республики Крым, благодарности и другие документы, имеющие для суда характеризующее значение по моей личности. Также суд озвучил, что судом получено ходатайство от Анастасии Витальевны Гнединой и ее законного представителя Елены Числавны Штеля, которые просили прекратить судебное производство и преследование меня на основании статьи 24 УК РФ в связи с моей невиновностью, в связи с тем, что произошел реально несчастный случай в парке Тайгана. Я очень благодарен Анастасии Витальевне Гнединой за ее гражданскую позицию, за ее последовательность и непорядочность в той позиции, которая озвучила на последнем судебном заседании. Суд даст оценку этим податом в совещательной комнате. Также моим адвокатам было заявлен сегодня отвод представителям прокуратуры, то есть органов обвинения, которые представляли прокуратуру Республики Крым в данном уголовном деле. Этому есть обстанования. О них расскажет Роман Григорьевич. И также мы вынуждены были заявить процессуальный отвод судье Кириллу Геннадьевичу Чинову. Это важный отвод, который под собой имеет действительно обстоятельства, с которыми мы столкнулись при рассмотрении с судей данного уголовного дела. В частности, защита не смогла полностью воспользоваться своими правами по приобщению к делу экспертиз, по назначению их либо судом, либо те, которые мы сделали экспертизы, которые мы считаем имеют креугольное значение для постановления законного справедливого приговора по данному уголовному делу. Мы все время акцентировали внимание суда, что этого требует пленум Верховного суда, который разъясняет, как применяется данная статья, по которой я обвиняюсь. Вот. Непростой отвод, и мы уважаем судью на самом деле, но вынуждены были это сделать, поскольку этот отвод имеет процессуальное значение. Подробнее Арман Григорьевич даст оценку сегодняшнему заседанию. Добрый день, уважаемые зрители. Олег Алексеевич действительно прав. Сегодня мы приобщили документы, имеющие характеризующие значения в отношении Олега Алексеевича. Такого рода доказательства того, что мой подзащитный с начала специальной военной операции оказывал огромную гуманитарную помощь, неоднократно выезжал в зону специальной военной операции. Более 20 тонн гуманитарной помощи оказал действительно. Более того, все его заслуги перед Российской Федерацией, в частности, касающиеся и понятия спасения зверей, и, опять-таки же, повторюсь, оказание помощи участникам специальной военной операции, на лицо. Все данные документы были предоставлены. Так же так было разъяснено уважаемому суду, что это за должность, что это за положение, что это за статус амбассадора Республики Крым. Мы указали, сколько сот тысяч граждан голосовали за то, чтобы моего подзащитного избрали амбассадором, как ему доверяет народ, крымчане. Мы утверждаем, что, безусловно, это есть характеризующие документы для уважаемого суда. Данные документы, безусловно, были приобщены к материалам уголовного дела. Что касается заявленных отходов, да, это на самом деле так. Сторона защиты, как и мой подзащитный, мой доверитель, ранее об этом говорили, как уважаемым зрителям. Мы ждали, пока до премии абсолютно все стороны, сторона обвинения защиты реализует свое право. Мы полагаем, что право стороны защиты нарушено. Мы полагаем, что все те ходатайства, которые мы заявляли для достижения и установления объективности, и поэтому они не удовлетворены исключительно в связи с тем, что данное дело идет с обвинительным уклоном. Расследуется и судебное следствие осуществляется с обвинительным уклоном. Да, но сегодня было заявлено отходов к трем государственным обвинителям. Конкретно по каждому государственному обвинителю мы привели соответствующие объективные и достоверные доводы, а также мы были вынуждены заявить отход уважаемому судье по связи со некоторыми, я прошу прощения, но в глубейшем процессуальными ошибками в приведении уголовного процесса, то есть судебного следствия. Уважаемый суд дал возможность, перенес, вернее, судебное следствие. Судебное следствие не окончено, но, уважаемые зрители, на следующем судебном заседании у нас начнутся премии. Я полагаю и утверждаю о том, что собраны абсолютно все доказательства, подтверждающие абсолютную невиновность моего подзащитного. И да, действительно, я даже благодарен потерпевшей стороне, которая собралась силами, выразила, если так можно сказать, мужество и реально дала точные, реальные, объективные показания, которые прямо подтверждают не только факт невиновности моего подзащитного, но также и необоснованность доводов, которые изложены в обвинительном заключении, ордена предварительного следствия. Мы очень надеемся, так как верим в российское правосудие, что судом будет вынесено исключительно законное решение. Как я уже ранее говорил, в данном деле законно-судебный акт, это и есть оправдательный приговор. Уважаемые друзья, я понимаю, что все устали от этого уголовного дела, всем не терпится уже услышать приговор у судьи Чинова, Кирилла Геннадьевича. И мы тоже устали. Я по-прежнему несу на себе время ограничений по выездам, по перемещениям и так далее. Да и вообще это дело очень гнетущее. 13 мая 2024 года будет итоговое последнее заседание по уголовному делу Леона Гнедина. Вот мы заканчиваем судебное следствие, выступаем с прениями. Вот они объемные, прежде всего, у Армана Григорьевича, будут дополнены моими прениями, моим отношением к свидетельским показаниям, к этому делу. Только в прениях я могу без ограничений, в общем-то, выразить свое отношение к данному уголовному делу. Суд уголится в совещательную комнату и вскоре мы узнаем приговор по данному делу. Так что недолго осталось нам всем терпеть. Надеемся, как всегда, на справедливое решение, что повторение решения Белогорского суда первой инстанции и не будет, что нам не придется отменять это решение в апелляционной инстанции, как это было по Белогорскому районному суду. Абсолютно так. Более того, хотелось бы дополнить очень кратко о том, что собранными доказательствами по данному уголовному делу во время судебного следствия факт укуса либо покуса не подтвердился. Все свидетели стороны обвинения наоборот подтвердили факт того, что ни укуса, ни покуса не было. Судебно-медицинский эксперт, который дал заключение во время предварительного следствия, в суде также подтвердил, что данная рана могла произойти, бог его знает как. То есть причины разные, но никак не укусы и покусы. Исходя из этого, а также того, что уважаемые гособвинения не внесло коррективы изменения в обвинительное заключение, что касается субъекта, вы все знаете, мы доказали, что субъекта преступления Олег Алексеевич пусть не может, что касается раскрытия конкретизированности и детализированности объективной стороны преступления, механизма преступления, в связи с тем, что все это не указано, и гособвинитель не изменил свое обвинение, мы также в этой части заявили отвод. Поэтому сторона защиты, я, мой уважаемый доверитель, Валентина Евгеньевна Кремнова, сделали абсолютно все в рамках закона, то, чтобы уважаемый суд мог исключительно объективно и справедливо вынести законы предварительного. Мы считаем, что в деле, действительно, несмотря на то, что не приведены целый ряд экспертиз, вполне достаточно документов для того, чтобы суд дал объективную оценку, и считаю, что мои адвокаты, Крис Варман Григорьевич Петросян, уважаемый, заслуженный адвокат с большим опытом, Валентина Евгеньевна Кремлева, которая неустанно следит за всеми материалами дела и готовит документы, вот, совместно с Арманом Григорьевичем, вот, сделали более чем все для того, чтобы у судей были все основания для принятия законного решения. Сейчас все будет на усмотрении уже суда. 13-го числа мы выступим с последними своими кремиями, стрекаем, где суду еще раз донесем свою позицию, и суд примет законное решение. Спасибо всем. А мы достаточно знаем, что победа будет за любви. Спасибо.